Всем привет, с вами Бахус, и это самый честный канал об алкоголе. В одном из прошлых видео я обещал, что когда на канале будет 2000 подписчиков, я попробую коньяк Адафисини Экстра. Сейчас на канале почти 3000 подписчиков, и возможно на момент выхода этого видео 3000 уже будет. Огромное вам спасибо, что подписываетесь на мой канал, смотрите мои видео. Давайте не будем тянуть, попробуем этот коньяк и расскажу вам, какой он на вкус, на аромат, на цвет. И погнали! Я уже показывал вам, как выглядит коробка. Она очень красивая, но сейчас, честно говоря, мне даже страшно к ней притрагиваться, страшно доставать БТУ оттуда, потому что, честно говоря, этот коньяк стоит как чугунный мост. Коробка у нас выглядит вот так, в красивом черном мешочке. Давайте откроем посмотрим, как это все выглядит изнутри. Вот такая у нас коробочка, красиво открывается. Ой-ой-ой! И вот там такая замечательная бутылка. Сразу хочу сказать, что здесь купаж коньячных спиртов выдержкой от 10 до 35 лет. Коньяк должен быть очень вкусным, мне не терпится его попробовать. Достаем. Вот такая у нас квадратная бутылочка. Кстати, я делал обзор на линейку Адафисини коньяков. Ссылочка будет в конце видео в описании, обязательно посмотрите. Не будем тянуть. Я напоминаю, что коньяк мы пьем обязательно из снифтера. Это вот такой бокал. Выглядит он вот так. Я боюсь его наливать, реально. Он стоит огромных денег и... Мне страшно. Мне страшно. Подбодрите меня. Сейчас падаю, все разливается. Все, погнали, наливаем. Наливаем мы этого коньяка совсем немножечко. До, 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 до. До расширения в снифтере. Можно даже чуть поменьше. Итак, цвет. Цвет, ну, древесто-соломенный такой. В принципе, характерный для коньяков. Особенно для коньяков Адафисини. Они все немножечко похожи по цвету. Ну, некоторые посветлее. Вот это потемнее, может быть, чуть-чуть, чем остальные. В аромате сразу бросаются опилки. Серьезно, прям опилки. Очень сильно чувствуется. Ой, волшебно. А потом виноградная косточка. Ой, пахнет потрясающе. Сколько вот я не пробовал коньяков, и тем более коньяков от Адафисини. Вот здесь, наверное, самый интересный аромат. С первого же глотка чувствуется виноград. Потом идет красный острый перец. И в конце все те же самые опилки. Чрезвычайно нестандартный и непривычный вкус, вкусовое сочетание для коньяка. Шикарно. Этот коньяк разительно отличается от любого хорошего коньяка, который вы сможете там купить в ценном сегменте до 5000. Ну, понятное дело, потому что он стоит в три раза больше. Не знаю, этот коньяк настолько необычный, что, честно говоря, вот эту бутылку я бы не смог, ну вот, вечером сесть, да, и начать ее распивать. Там, наливать себе бокал за бокалом. Я бы вот себе наливал один бокальчик одним вечером. Через недельку еще бокальчик. Слишком уж необычный вкус, но мне нравится. Стоимость его обуславливается тем, что фактически вот эта бутылка готовилась 35 лет. Все для того, чтобы я сегодня пришел, открыл ее, попробовал и рассказал вам о своих впечатлениях. 35 лет, мне лет меньше. Люди столько не живут, сколько этому коньяку лет. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что вы подписывались на мой канал. Если вы пробовали этот коньяк, возможно, напишите в комментариях, как он вам. Если не пробовали, то расскажите, какие вам другие коньяки нравятся, возможно, тоже из линейки Ада Фессине. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. А если вы захотите прицениться к этому ужасно дорогому и ужасно вкусному коньяку, ссылочка по традиции будет в описании.